Друзья, мы вновь находимся в очень интересном месте с очень интересным собеседником. И только не говорите мне о том, что вы не видели предыдущие части, снятые здесь, на производстве компании ТМФ в городе Новосибирске, где моим собеседником был Константин Евгеньевич Бессонов, конструктор, реализатор и, главное, генератор идей всего, что продается под маркой ТМФ. Константин Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуй, Женя. Спасибо, что приехал. Спасибо, что пригласили. Долго, долго Константин Евгеньевича я щипал, спрашивал, когда же, когда же вот выйдет эта новинка, которую запланировал он еще в далеком, уже далеком 2018 году. Да, я тебе по секрету говорил и показывал эти вещи, ну ладно. Итак, у нас есть две одинаковые чугунные отливки, зеркально выполненные, скреплены они болтовым соединением, внутри уже находится закрытая каменка. Да, два варианта закрытой каменки, можно посмотреть, это вот вариант чугунной закрытой каменки, объемом 22 литра, около 22 литров, чуть меньше. И каменка из нержавеющей жиростойкой стали объемом 26 литров. Это на любителя, кому нержавейка, пожалуйста, кому чугун, пожалуйста. Ну, наверное, да, это конструкция абсолютно оригинальная, новая. Ну, как новая, для рынка она новая, мы ее нарисовали в 2017 году первый раз. Ну, видите, она стоит из двух половинок. Есть отверстия для выхода пара, на них же эта каменка, ее масса базируется на отливке. Есть горловина для загрузки камней и для... Это место, где пристыковывается воронка с обратным клапаном для подачи воды. И в случае, если каменка цилиндрическая из нержавейки, она базируется вот на таких вот ложементах. Вот здесь вот отлиты видно, да? Так, ну что еще здесь посмотреть? Так, последний, не говорите мне, что это ребра жесткости. Нет, это не ребра жесткости, жесткости чугуна тут до чертовой матери. Ну, дело в чем, что дрова гораздо лучше горят, когда они плотно соприкасаются друг с другом. И есть разные виды исполнения вот низа топки у колосниковых печей. Мы предпочитаем тот тип топки, когда дрова как бы по мере сгорания сваливаются на колосник. Вот, они горят лучше. Ну, это вот любой костер Нодия можно посмотреть. Там дрова лежат рядом, это как бы микротопчики такие образуются между ними, теплоизолированные. Горение идет хорошо. Это первое. Но есть одна такая проблема, когда дрова же, как правило, колотые и плоские. И когда они прилегают к стеночкам вот здесь, то, ну, как бы между стенкой и колотой поверхностью дров не остается зазора для воздуха. И они там, ну, плохо горят. Мы сделали такие вот ребрышки, чтобы там был воздушный зазор, и дрова горели там хорошо. И огонек шел вдоль стеночек топки и ее перел. Как интересно. Так, а здесь это у нас секретный ход. Да, это канал подачи вторичного воздуха. В отличие от отопительных печей тления, о которых мы в прошлый раз говорили, на банных печах подача вторичного воздуха работает хорошо, эффективно. Но это не столько для какой-то экономии дров, я слышал разные фантастические цифры, это не более 2-3% дров экономим. Но просто для чистого горения. И здесь вот спереди и сзади, где подается вторичный воздух, ну, такие два факелочка образуются. Их можно даже увидеть в топке. То есть здесь с задней части подается воздух. И с передней части вот здесь между топливным тоннелем и вот здесь, короче, верхние ярусы топки. Под каменочку подается поток вторичного воздуха, подогретого предварительно. На примере этой отливки можно понять, как работает дно топки печи. Оно выполнено по классической схеме компании ТМФ. Оно имеет такой наклон и благодаря этому наклону дрова скатываются в центр печи. И тем самым они греют друг дружку и горят более эффективно. Но вот эти ребра, это не ребра жесткости. Это специальные элементы, которые позволяют плоским дровам, которые могут так завалиться на дно топки. И тем самым перекрыть доступ воздуха вот к своей вот нижней части. Эти ребра позволяют воздуху как бы подкатывать, подходить под этими дровами. Тем самым продолжая процесс горения по всей-всей поверхности дров. И гаврение происходит более эффективно. Если в передней части топки, там где у нас топливный канал, нет особых проблем с подачей вторичного воздуха для дожига уходящих дымовых газов, то в тыльной части все-таки необходим канал для подачи этого воздуха. И здесь он интересным образом выполнен именно в самой структуре отливки. То есть этот канал отливается вместе со всем корпусом печи. Выход дымохода у печи диаметром 115 мм. Расположен он по центру. Я сейчас рассматриваю печь с укороченным топливным каналом, поэтому здесь воронка для подачи пара находится со стороны дверцы. Ее также можно установить и в тыльную часть топки. Но здесь сейчас у нас находится просто прочесная заглушка, ревизия. И с помощью ее можно будет в случае крайней необходимости прочистить внутренности печи, если уж когда у вас вы чистите дымоход, что-то крупное свалилось, и механическим образом его можно будет отсюда убрать. Один из моих любимых элементов в печах ТМФ – заливная воронка. Воронка нового типа, которую мы с вами, друзья, испытывали. Забрызгали пол магазина компании Форнакс водой, потому что идет очень мощное разбрызгивание благодаря вот этой вот маленькой полочке. Ну и то, о чем говорил Константин Евгеньевич, клапан, который не дает пару выходить через саму воронку. И выглядит очень-очень-очень симпатично. Сразу хочу вас поздравить тем, что все это сейчас уже вышло, и все это есть не только в железе, но и в чугунье. Компания ТМФ уже, наверное, ровно 10 лет назад первыми на рынок вывела печь с настоящей, полноценной, закрытой каменкой. Это печь Ангара-2012. Именно она послужила прародительницей не только для ваших печей, не только для печей ТМФ, но и для многих печей, которые выходят на других производствах печных нашей необъятной родины. Ну и хорошо. В этой печи, которая перед нами, я тоже угадываю какие-то такие нотки, которые перекочевали из той первоначальной конструкции. Почему к этой печи я применяю такие эпитеты, как удивительное и необыкновенное, и единственное в своем роде? Ну, наверное, потому что ты очень позитивный человек, во всем пытаешься видеть хорошее. Это уже приятно, да? Но на самом деле время летит очень быстро. Ты прекрасно помнишь, что проект этой печи я тебе показывал в далеком уже 18-м году. Время летит быстро, но вот так или иначе пришло время эту печь вывести на рынок. Но в этой печи, я занялся ее эскизмой в 17-м году, и захотелось сделать печь, банную печь для русской бани, для климатических параметров русской бани, полностью вратит из чугуна и с чугунной закрытой каменкой. И таким образом, ну, наверное, ТМФ выводит на рынок банную печь для русской бани, сделанную из чугуна, из закрытой чугунной каменкой. Ну, наверное, главное отличие этой печи с закрытой чугунной каменкой в том, что внутренняя вот эта вот каменка закрытая, она полностью отлита из чугуна, полностью отлита из чугуна, и 100% поверхности нагрева этой закрытой каменкой нагревается огнем. Вот. Но если говорить о печах с закрытой каменкой, закрытой каменкой, то все должно быть в них вокруг закрытой каменки. Это должен быть самый важный параметр. О закрытой каменке есть два главных параметра самых. Это ее объем, выраженный в литрах, про это потом поговорим, почему не в килограммах, и поверхности нагрева. Поэтому закрытая каменка, чем она больше, тем она лучше. И чем больше поверхностей нагреваются огнем, излучением левоконвекционного, тем тоже каменка лучше. Потому что я за эти годы, вот пока я наблюдал за эволюцией печей с так называемой закрытой каменкой на рынке чугунных печей, я видел, что поверхность нагрева там, в общем-то, достаточно примитивные снизу и сверху некие вот надстройки из чугуна, зачем они там, я не понимаю. То есть это не поверхность нагрева, а поверхность охлаждения. И мне было интересно сделать печь с самой большой закрытой каменкой в своем классе, потому что это важно. Мы 10 лет это делаем, мы понимаем, о чем речь. И второе, чтобы все поверхности нагрева, каменки, были в огне, нагревались либо излучением, либо конвекционной теплоотдачей от уходящего потока пламени. Таким образом, я могу сказать, что в чугунной печи таких массогабаритных характеристик, как мы видим, объем закрытых каменок, он максимальный, больше мне неизвестно. Печь, сразу скажу, выпускается в двух вариантах каменок. Корпуса чугунные одинаковые, а вот каменки там вариации. Есть полностью из литейного чугуна и же остойки в эскальгированной хромистой стали. Так вот, у чугунной каменки, у этой печи, объем около 22 литров. Почему 22 литра, я скажу. Потому что мы более 10 лет выпускаем печи с закрытой каменкой. Это сотнями тысяч измеряется количество выпущенных этих печей, в частности гейзер, допустим. И что объем закрытой каменки менее 22 литров, для меня это не очень понятное что-то такое. Потому что отзывов колоссальное количество по этим печам. И делать печь с параметрами гейзер-2014 и делать хуже, я этого не понимал. Поэтому чугунная каменка, она около 22 литров. И каменка из нержавеющей стали, что сейчас довольно модно, ну не будем говорить почему, это каждый посмотрит, объем более 26 литров. Но таких параметров, объемов закрытых каменок, я не знаю среди печей, таких массогабаритных характеристик, направленных на самый популярный объем парных, где-то от 12 до 20, 20 плюс метров кубических парных. Вариации этой печи с чугунной закрытой каменкой, в нее помещается где-то 33-35 килограммов камней, плюс сама конструкция нагретая закрытой чугунной каменки, она имеет массу 37 килограммов. Таким образом, общая теплоаккумулирующая зарядка в печи с вариантом с чугунной закрытой каменкой составляет более 70 килограммов. Это довольно много. Если вы выбираете печь с закрытой каменкой, то выбирайте по литражу. Почему? Потому что литры можно легко измерить. Можно лить в каменку воды, можно еще каким-то образом. Объем это очень объективная вещь. И когда я вижу некоторые производители, которые выпускают печи с гораздо более скромным объемом закрытой каменки, они прибегают к указанию массы камней. Масса камней дело темное. Почему? Но мало того, что разные породы камней имеют разную истинную так называемую плотность, она в районе около 3 килограммов на дециметр составляет. Вот камень взяли, вырезали дециметр, взвесили, поделили на объем, получили истинную плотность. У любых сыпучих материалов, в том числе камней, есть такое понятие, кто не знал или не знает, насыпная плотность, которая существеннейшим образом отличается от истинной плотности. Допустим, когда вы покупаете мешок сахара, то истинная плотность кристаллика сахара, она, я не помню, что-то около 2 граммов на этот самый, как его, сантиметр кубический. Но если вы мешок с сахаром бросите в воду, он чудесно будет плавать. То есть насыпная плотность гораздо меньше. Так вот, по камням, которые мы используем, традиционно в русских банях используются для теплоакмуляющей закладки, ну это любые камни, там взять, ну габрадиабас самый популярный, какие-то более благородные, более дорогие камни, то это по сути представляет собой, ну некий щебень, фракции, ну разные, там может быть 40-70 миллиметров, 100-150 миллиметров. И вот у этого щебня, у этого щебня можно посмотреть в любую табличку и посмотреть, какую величину составляет насыпная плотность у этого щебня. Люди добывают щебень, перевозят щебень, торгуют щебнем много-много, даже не сотен тысяч лет, наверное. Поэтому все массообъемные вот эти вот габаритные характеристики для торговли щебня, для его транспортировки, они выведены с точностью до, там не знаю, там третьего знака после запятой, как минимум, да. И я вам скажу, что насыпная плотность для большого количества камней, которые применяются в бане и которые мы наполняем внутренние каменки, как правило, фракция 40-70 в закрытые каменки идет, либо не превышает, либо составляет чуть более полутора килограммов на кубический дециметр или полутора килограммов на литр. Поэтому, если вы хотите знать, сколько камней помещается в закрытую каменку, не нужно доверять производителям, и мне доверять не нужно. Литры – вещь объективная. А вот килограммы камней в каменке – вещь, ну как бы такая вариабельная, что ли, или как правильно сказать, она изменчивая. Поэтому мы указываем объем в литрах и говорим, что чтобы узнать массу камней, насыпную плотность, ну умножьте это на полтора. Если объем каменки, мы заявляем, допустим, 26 литров, умножаем на полтора, мы говорим 39 килограммов камней. Я замечал, что вот с этим коэффициентом насыпной плотности некоторые производители обращаются очень и очень вольно. Когда я соотношу на калькуляторе тот декларируемый объем каменки, который помещается у них во внутренней вот этой вот емкости, и с декларируемым объемом каменки внутренней, у меня и цифры не стыкуются в очень такую несуразную сторону. И я получаю цифры, что невозможно получить насыпную плотность, такую, которую они заявляют. Ну представляете, это какое открытие, да? То есть люди, которые торгуют камнем, добывают камень, перевозят камень, строят из камня, считают сметы всякие разные с участием камня. Вот не знаю, это подушки для асфальта, там не знаю, закладные там куда-то в бетон идут. Они что, не знали, какая насыпная плотность настоящая у щебня? Ну вот я бы рекомендовал нашим коллегам, конкурентам, более аккуратно обращаться с таким параметром, как насыпная плотность. Самый простой параметр, еще раз, узнали объем закрытой каменки в литрах и умножили на полтора, ну с небольшими весьма отклонениями. Вот это, наверное, будет правильно. В Гейзере, ну в Ангаре 22 литра, туда, ну больше 35 килограммов камней, ну никак нельзя впихать, да? Вот это, ну разделить одно на одно и получим 1,50 с чем-то там, с копейки. Это огромный-огромный опыт, сотен тысяч людей повторяют. По нашему опыту, ну делать каменки внутренние с объемом менее 22 литров, ну это как-то вот, вот не камильфо совсем, я не скажу неприлично, но это неправильно, да? И еще раз, вот можно это подчеркнуть курсивом, балдом, выделить и 25 восклицательных знаков, в печь с закрытой каменкой, самое главное, это закрытая каменка, а конкретнее ее объем в литрах. Все уже чем наполнять ее, какая масса, это уже вопрос творчества, он туда-сюда. Объективный параметр, сколько литров объем закрытой каменки, сравнивайте именно этот параметр. Чем больше закрытая каменка, тем больше в ней разместится вот этого теплообменного материала, неважно, это будет камень тот или иной, той или иной там фракции, либо это будут какие-то новомодные чугунные закладки, или стальные закладки. Чем больше объем закрытой каменки, тем больше вы саккумулируете там тепла, тем больше вы испарите воды. То есть баня это жар и пар, ну пар, прежде всего, русская баня, это же не сауна сухая, которую, вот. А тут, к сожалению, как-то вот про объем закрытой каменки немножко подзабыли, и она выступает... Ну все говорят, видали, какая у меня ракушка красивая, да? А что там внутри? Посмотри, что спрятано внутри. Это самое главное. Вот. А не вот эта вот вся вот надстройка, скажем, над закрытой каменкой. Ну каменку нужно же еще и правильно нагреть. Ну как правильно нагреть? Тут все очень просто, да? Что как можно больше поверхностей нагрева каменки должны нагреваться, да? Это вот посмотрите любую конструкцию печи с закрытой каменкой, разделите ее поверхности, с объемом выяснили, чем больше, тем лучше. Посмотрите, какие поверхности каменку нагревают, а какие ее не нагревают. Во время нагрева парной печь работает в очень интенсивном режиме, как правило. Надо прогреть большой массив ограждающих конструкций, воздух до нужной температуры, ну 60-70 градусов русской бане, да? Больше уже ни к чему. И за это время каменка объемом 22-26 литров, она прекрасно нагревается с этой закладкой камней. Поэтому когда каменки ставятся маленькие, не знаю, в полтора-два раза меньше, чем мы вот здесь заявляем, они нагреваются гораздо раньше и обтекающие газы просто, ну, она доходит до предела температуры и дальше просто не нагревается. Ну почему бы, пока ты топишь печь в интенсивном режиме, эту каменку большую не нагреть? Таким образом, очевидно, да, что, ну пусть она каменка будет большая, ну, когда надо будет что-то там, не знаю, печка просела, дрова не уследили, да? Или зашел кто-то, кто хочет, ну, очень много пара, допустим, или там парная подостыла. Но это линейная зависимость. Если теплоемкость удельная, вот камней, которую мы поместили в маленькую каменку и в большую, она одинаковая, то количество теплоцы с аккумулированной каменкой, оно в линейной зависимости от объема каменки при прочих равных, но от массы теплоаккумулирующей загрузки. Бессловно, теплоемкость чугуна и теплоемкость камней она отличается, но у любого металла теплоемкость меньше, и у нержавейки, и у чугуна меньше, чем у камня природного, который мы закладываем. Но там есть интересное свойство, что с ростом температуры и теплоемкость удельная чугуна, и нержавеющая стали она подрастает. Не до величин камня, но так хорошо. Вот поэтому выбирайте большие закрытые каменки. Функционал самое главное. Обанной печи с закрытой каменкой, главный функционал от закрытой каменки. Мы поговорили про два важных параметра закрытой каменки. Ну, так скажем, выделили их. Это объем и поверхность нагрева. Я все-таки пытаюсь подвести к чему? Как правильно нагревать каменку? Можно же ее греть пламенем, можно греть ее комбинированными способами? Безусловно. Ну, самый эффективный источник нагрева, закрытой каменки и вообще поверхность нагрева, это безусловно тепловое излучение. И поэтому на этой печи мы постарались сделать так, чтобы максимальная поверхность нашей закрытой каменки внутренней, мы потом подробно все снимем и посмотрим, она нагревалась непосредственно излучением горящего топлива. Вот если посмотреть любые учебники по теплотехнике вот этих вот пламенных топок, мы увидим, что львиную долю тепла они передают излучением горящего топлива. На конвекционный нагрев там существенно меньшая доля. Дымовые газы? Ну да, дымовой газ уходящий. Можно посмотреть формулу КПД, там сколько с дымовыми газами, там порядка там около 40% наверное, но большую часть тепла, это воспринимается излучением безусловно. Поэтому в этой компоновке максимально, ну не буду говорить половину, но что-то около половины поверхности нагрева каменки нагревается непосредственно излучением горящего топлива, от дров, от углей. Вот, и только верхняя половина уже, ну как вот, не знаю, посмотреть на Луну, да, вот когда полная Луна, не полная, вернее, половинка, вот она освещена Солнцем, уходящим за горизонт, ушедшим, мы видим половину Луны освещенной, да, вот это наш шарообразный камень, то есть так же наполовину облучена горящим топливом снизу. И только верхняя ее часть, она нагревается конвекцией. Вот, тепловое излучение самый эффективный источник, способ нагрева металлических поверхностей. Вы все-таки при обилии внешних каких-то элементов стремитесь вот к оптимизации модульной конструкции? Конечно, Жень, ну я же вот как бы конструктор, так или иначе, и всегда хочется решить инженерную задачу как можно более простыми средствами. Есть такое понятие функционально-стоимосной анализ, да, ну можно сделать печь из тысячи деталей, ну, наверное, тоже хорошо, но только летельщики забегаются там, да, и станки замучиваются формой эти строгать. Эта печь, у нее из чугуна сделано то, что должно быть сделано из чугуна, потому что чугун довольно дорогой материал и тяжелый, это монтировать все там, таскать тяжело, так или иначе. Ну, для среднего обывателя, я не говорю, там, для какие-то особенные случаи. Поэтому здесь функционал топки и каменки сделан всего из трех уникальных деталей. То есть, каменка сделана из одной уникальной детали, топка сделана из двух уникальных деталей. Ну, собственно, на этом все. Все остальное делать из чугуна, ну, это уже, ну, такое баловство, что ли, да, ну, это можно делать из чугуна, можно и делать из чугуна. На ресурс, на теплотехнику, на, не знаю, даже надежность, там эстетику это никак не влияет то есть продавать чугун ради продажи чугуна у кого-то может такая сама цель да у меня такой самоцели нету прежде всего когда вот это изделие рисовал но это 17 года я эскизы первые начал рисовать была такая задача сделать из как можно меньшего количества частей но бытует такое мнение что цель на летая конструкция даже корпуса печи надежнее цель на летая надежнее собрана из частей да что можно ответить я думаю вот что что приходит в голову что в мире наверное существует гораздо большее количество технических устройств которым предъявляется гораздо более высокие требования надежности чем к корпусу банной печки женя ты сюда в новосибирск на чем летел на самолете он был цель на летой ты не заметил нет пока еще не придумали автомобили надежные там какие-то они цель на летые мосты лифты я не знаю космические корабли подводные лодки они цель на летые ну нет понятно о чем я говорю что за историю развития техники человечество выработала прекрасное соединение которые ничуть не хуже цельных конструкций наверное я думаю печа можно применить это в полной мере ну нет такой зависимости одном потребителю все равно потому что вот тот крепеж на который собрана эта печь это болты м10 из жаропрочной стали жаростойкой которые держат нагрузку на порядке большую чем вот штатная нагрузка эксплуатации этой печени я думаю такой зависимости нет вот это но некий миф типа вот воль деви г-2 с или там мелкодисперсный пар опять-таки точно на стенок какая толщина стенок ну 10 миллиметров где-то но это более чем достаточно и так она тяжелая собака вам потаскай а каменка каменка да где-то около десяти миллиметров ну я думаю пришла пора поговорить об экстерьере печи через эти отверстия у нас выходит парка и законы про это не говорили ничего и да 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 ну для нас конечно это уже очевидно да мы то чего все начиналось сам горы 2012 там была похожая заливная воронка мы совершенно другая до друга касту вот сюда подается вода да 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 здесь выходит да потому что там есть обратный клапан это одна из инноваций которые там и фил на рынок мы здесь используем то есть вода поданная в каменку за доли секунды запирается в каменке и назад она не выплевывается не выходит не видя там брызг не пара не были ничего да в этой печи вода поданная в эту вороночку с обратным клапаном она там взрывообразно нарастает давление в каменке и пар выходит через вот эти вот два отверстия одно слева другое справа вот эти же отверстия являются вернее эти цапы в которых проделаны отверстия это силовые элементы на которых каменка подвешено потом подробно пройдемся по конструкции этой печи как нам подвешено до пар выходит по бокам ну теперь уже наверное пришла пора поговорить о кожухе печей с кожухом из просечено вытяжной сетки последнее время достаточно много я честно говоря не считаю этот материал каким-то красивым эстетичным это довольно грубые материалки но не знают на вот заборы на дачах из него делают но коли на все основные усилия по эстетике мы воплотили в чугунной отливки главная задача этого кожуха не мешать покупателю рассматривать функционал и как бы внешние экстере соотношение чугунной отливки мы даже вот эти вот ячею если кто не знает просечно вытяжная сетка она имеет направление ячейки либо вниз как жалюзи либо вверх да мы и сделали вверх чтобы взгляд минимально цеплялся за эту сеточку и смотрел на отливку то есть собственно то зачем человек приходит в магазин второе я сколько видел эти как правило кожуха они круглые но мне кажется круглая форма вот из сетки еще это что-то очень такое примитивно неинтересно и опять-таки это на мой взгляд как бы вот как-то не очень хорошо плюс вертикальное размещение этих вот ячеек да зная что они имеют одну направленность если вертикальных размещать то с этой стороны не будут направлены вот так а с другой стороны наоборот вроде как не знаю я почему-то представил кошку который с одного бока шерсть растет назад с другого бока шерсть растет вперед ну бред какой-то я не понимаю поэтому мы оси симметрично разместили рисунок этих вот сеточки второе мы ушли от круга от этого примитивного неинтересного вот и сделали такие вот стоечки да что это некое такое оживальный такой прямоугольник что ли сделан хотелось сделать от кожух минимально как это максимально минималистским простите за каламбур чтобы никаких вот каких-то поясов каких-то стяжек там чего-то этого не было это избыточно с точки зрения конструктива потому что это кожух прекрасно держит огромную закладку камней это не знаю по 200 килограммов или сколько здесь наружу но и никаких вот этих вот утяжен ремней железных там нигде не идет то есть мы сделали ответе максимальную рамочку прямо по формату всей печи ничто не мешает взгляду как бы не препятствует не спотыкается взгляд на этом плюс мы сделали такое крепление на ней что вот если посмотреть вот на печи печь очень тяжелая на сколько килограмм под 140 наверное весит что от кожух при всей его ажурности даже у нас мужики говорят его вуаль на производстве не говори не называется кожух называется вуалями но представляете вуаль которая какими-то там забралами там испечатлена зачем это избыточно и некрасиво да вот и на эту вуаль печь можно очень хорошо кантовать как-то там на бок ставить она сверху не имеет ни одного и видимого кронштейна крепление видите все абсолютно чисто при этом крепление мега жесткая но сделали какие-то такие декоративные политики которые подчеркивают прямоугольность этого кожуха ну что про него говорить такой минималистский достаточно эстетичный кожух ну из вот этой модной сетки пожалуйста ну хотя мне как-то этот материал вот он не глянется но у коли есть такой тренд на рынке мы ему просто следуем но привнесли точно что-то новое в дизайне печей кожухов из просечной вытяжной сетки а что с дверкой дверка смотрите это печь изначально вся ее конструкция предполагает не только наличие топливного тоннеля с которым продается более 90 наверное процентов печей в россии но и мы не обидели любитель русской бани которые имеют свои локации северо-запад россии там очень сильные традиции топки печей спорной на санкт-петербург и окрестностей мы саю сделали чтобы эта печь вот рядом с которой ты сидишь это вариант к так а можно кепку снять и посмотреть что вот воронка подачи она расположена со стороны закладки дров то есть такая модификация может быть с тем же с теми же отливками предполагается ну три исполнения или два дверок это классическая наша люмина без топливного тоннеля это люмина с топливным тоннелем и будет витра ну вот к сожалению на съемочной площадке и нет это стекло витра известная всем только она стоит вертикально а не горизонтально у классическая витра которую мы придумали в каком в 2005 году где-то тоже кстати до расширяющие станы ли учета до нас то его не сильно это был вернее вообще не подключение у нее только одно 115 труба на устанавливаться на выход дымохода но так как здесь есть два отверстия в одно из которых установлена воронка через которую воду подает подается вода а другое заглушена да это ревизия до ревизионное отверстие то есть через него ну можно производить районизирую необходимости да можно по место которые подвержены максимальным риском засаживания если вы чистите дымоход из дымохода отвалилась какой-то здоровый кусок сажи я думаю сама печени засажется потому что там подача вторичного воздуха верхние ярусы печи осуществляется и на тех высоких температурах на которых работает банная печь вторичная подача воздуха эффективно работает и достаточно чисто она горит я бы сказал но если вы чистите дымоход и вот туда свалилась куча чего там бывает осаждение зал и сажи то через вот это вот окошечко можно иметь очень хороший удобный доступ к верхним ярусом печи для прочистки и ревизии так воронка через нее подается вода на камни раскаленные камни в закрытой каменке а насколько мелкодисперсный пар чего мелкодисперсный а понятно шутка ну да ну наверное вот про пресловутой мелкодисперсность пара есть смысл поговорить к мы коли мы говорим банных печах но это один из тех смешных какие-то непонятных для меня которые не имеют никакого физического смысла абсолютно то есть мелкодисперсный пар это примерно как сапоги всмятку это не имеет никакого смысла физического вообще и вот поверьте мне пожалуйста если вам человек специалист особенно наверное это продавец банных печей говорит что пар у той или иной печи мелкодисперсного этой пар крупный дисперсный но тут два варианта может быть либо человек абсолютно не понимает то о чем он говорит либо он вас хочет обмануть либо комбинации всевозможные из этих двух вариантов да вот ну давайте начнем тогда издалека динозавров что такое дисперсия ну слово дисперсия с латинского переводе значит рассеивание да ну что такое мелкая вот муку мы сеем да вот дисперсия бывает мелко дисперсное что бывает крупная дисперсная вот и есть понятие вообще это интересная рубрика то что я рассказываю можно назвать так для того для тех кого забанили в википедии откройте статью дисперсные системы вот и там все прекрасно написано что такое дисперсная система это совокупность двух фаз или двух веществ одно из которых мелко рассеянно в другом и самое главное свойство вот этого дисперсной системы она стоит из двух фаз это собственная дисперсная фаза это то вещество которое мелко-мелко рассеяно и дисперсионная среда в котором это вещество рассеяно и главная характеристика по которым дисперсные системы классифицируются это по агрегатному состоянию входящих туда вот эти вот фаз и среды все прекрасно знают что есть три состояния агрегатных вещества это газ это жидкость и твердое тело ну пар вот вода лед вот и таким образом все дисперсные системы характеризуется дробями их всего этих дисперсных систем 9 потому что из трех возможных комбинаций дисперсной фазы и дисперсионной среды твердая газообразная жидкая можно сделать 9 комбинаций допустим г дробь же газ в жидкости до или же дробь же жидкость в жидкости или т дробь т это всякие всякие комбинации всего 9 и вот всего лишь одна комбинация является абсолютно гомогенный не содержащие дисперсии эта комбинация г дробь г газ дробь газ что такое водяной пар это газ то есть это молекулы hbo которые отдельно друг от дружки как это немножко просто будем говорить путешествует да и воздух в котором растворены водяные пары это такая же смесь газов азота кислорода углекислого газа неона там инертный газов анарода там всякой мелочи много но это все газы и любой учебник по теплотехнике или там по каким-то таким наукам вам скажут что дисперсной системы состоящие из газа и газа просто не бывает это всегда гомогенная система gg это исключение все остальные пожалуйста да вот поэтому никакой мелкой дисперсного пара не бывает пар он всегда без дисперсный это не кусочек чего-то и главное еще вот в определении дисперсной системы я сказал нет не помню что вещества которые состоят из вот которая включается в дисперсную фазу дисперсионную среду они друг с дружкой не перемешиваются и не вступает химическую реакцию да вот но газ газом прекрасно перемешиваются и водяной пар прекрасно перемешиваются с другими газами из которых стоит воздух я думаю на этом надо поставить очень жирную такую вот увесистую точку и забыть про эту глупость вот навсегда никакой мелкой дисперсного пара не бывает в природе вообще он бывает только вот в воспаленном воображении вот продавцов-недоучек из магазинов но вот им надо это объяснить или открыть страницу википедии и показать что такое дисперсионная среда и дисперсная фаза не бывает . в этой печи будут представлены две модификации закрытых каменок одна изготавливается из чугуна до другая изготавливается и жаростойкой нержавеющей стали две разные модификации каменка из нержавейки тонкая и каменка из чугуна толстая вот что быстрее прогревается жень но этого так интуитивно не оценить если взять уравнение в теплотеке есть вот удельного величина удельного теплового потока который проходит через стенку теплопередающую то можно посмотреть что вот величина тепла вот это удельно теплового потока зависит от двух величин это коэффициент удельной теплопроводности материала и толщины стенки причем вот эта величина тепла проходящего через стенку она прямо пропорционально коэффициент теплопроводности и обратно пропорционально толщине стенки это понятно чем лучше проводит материал тепло, чем выше у нее удельник эффициент теплопроводности, тем большую толщину этого материала мы можем задействовать. Это опять, это типичное уравнение, это не мои выдумки. Я могу что сказать, что у нержавеющей стали, которая вот здесь, допустим, 3-4 мм, допустим, толщина каменки и 10-мм стенка каменки из чугуна, удельник тепловой поток через них примерно одинаковый. Почему? Потому что у чугуна гораздо более высокий коэффициент, удельник эффициент теплопроводности, чем у нержавеющей стали. И поэтому я скажу, что стенка нержавейки толщиной 3-4 мм, она примерно одинакова с стенкой чугуна порядка 10 мм. Собственно, вот все. Итак, друзья, мы сегодня узнали очень много интересного о принципе работы печей и познакомились с конструкцией новинки от компании TMF. Константин Евгеньевич, чего точно не будет в этой печи? Я думаю, мелкодисперсного пара точно не дождетесь. А если есть вам, что сказать, наши дорогие зрители канала Фарнаксфильм, обязательно напишите нам в комментариях, либо в социальные сети. Ответим и снимем отдельный ролик на ваши каверные вопросы. Константин Евгеньевич, спасибо вам большое. С нетерпением ждем, когда новинка появится в магазинах Фарнакс. Сделаем все возможное для того, чтобы ее продвинуть на рынок. Потому что лично мне это изделие, я очень долго ждал, когда она наконец-то выйдет, выйдет. И сегодня рад увидеть то, что все серийное изделие передо мной и готова. Спасибо, Женя. Спасибо большое. Приезжай. Всегда рада быть на тебя видеть здесь. И компанию Фарнакс стоим лиц. Спасибо.